В 1999 году в американском штате Мэн на свет появилась очень странная девочка по имени Шайло Пеппин. Вместо ножек у нее было что-то похожее на хвост русалки. Такое редкое заболевание называется сиреномелия, от греческого сирена, это мифическое морское существо, полуженщина-полурыба. В народе же такое отклонение называют синдром русалки. Младенцы, родившиеся с такой патологией, имеют сросшиеся нижние конечности, в результате они становятся похожими на рыбий хвост. Также полностью отсутствуют половые органы, недоразвит кишечник и почки, недостает мочевого пузыря. Такое заболевание не сколько редкое, сколько фатальное, и как правило младенец умирает в первые дни после рождения. С таким страшным диагнозом, родители девочки готовились на худшее, но все же не переставали верить в чудо. Под пристальным наблюдением врачей Шайла пережила свои первые дни. Затем месяцы, ну а затем и несколько лет. Несмотря на свой юный возраст, Шайла Пеппин была чрезвычайно умна не по годам. В возрасте 8 лет она уже совершенно по-взрослому могла рассуждать и вполне понятно объяснить причину своей болезни. За все время она стойко перенесла множество операций. Несмотря на свое заболевание, вела достаточно активный образ жизни. Она могла плавать и даже танцевать. Казалось бы, ничто уже не грозит ее здоровью, и худшее уже позади. Своё десятилетие Шайла встретила с друзьями в бассейне. Все это время она практически не вылезала из воды. Из-за того, что у нее был ослабленный иммунитет, девочка-русалка подхватила простуду. А спустя два месяца у нее обнаружили воспаление легких. Состояние девочки ухудшалось буквально на глазах. В 2009 году, несмотря на все старания врачей, Шайла Пеппин скончалась от пневмонии. В мире существует всего два человека с синдромом Сиреномелия, которые успешно перенесли операцию и практически полностью восстановились. Тиффани Йоркс, 1980 года рождения, перенесшая операцию в возрасте одного года, но так и не сумевшая встать на ноги. И Мелагрос Сирон, 2004 года рождения, для которой все закончилось куда успешней. Но, увы, для Шайла такого чуда не произошло. О девочке-русалке снято несколько документальных фильмов, из которых можно узнать, насколько милой и жизнерадостной она была, насколько по-взрослому относилась к своей болезни и, как прекрасно понимала, через что ей придется пройти и чем это может закончиться. Но, тем не менее, не переставала радоваться каждым мигом своей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok